здравствуй мария я вижу нас один участник но ничего страшного сегодня мы порисуем белого медведя вот тема арктика это так это находится на северном полюсе и слово арктика произошло от слова арктос медведица вот и я думаю что как раз кстати будет сегодня нам порисовать белого медведя давай посмотрим на него какой он красавец вот фотография медведя а посмотрим какой он толстый да тело напоминает нам какую форму машенька ты можешь там говорить не слышишь не знаю слышно слышь машин жалко так сейчас посмотрим может быть со звуком что-то машинка слышишь меня нет машинка ты меня слышишь я тебя не слышу что со звуком просто я веду занятий никого нет просто я веду занятий пока никто не подключится да сейчас еще раз начало чтобы вот все все обрезали пока никого не было потому что все будет записываться я прошу проще а меня слышно там я просто до занятий хорошо 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 Спасибо. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Людмила Анатольевна. Сегодня мы с вами будем рисовать белого медведя. Тема наша Арктика, Антарктика. И медведь белый, он живет в Арктике, на Северном полюсе. Вот слово Арктика произошло от латинского слова Arctos, медведица. Вот и сегодня как раз, кстати, будет порисовать нам белого медведя. Он, посмотрите, какой красивый, пушистый, толстенький, 10 сантиметров жира спасает его от холода. Поэтому ему там комфортно, на Северном полюсе там очень холодно, большие морозы. Давайте посмотрим на эту картинку. Есть рядышком, это несложно. И голубой цвет напоминает нам о том, что в Арктике очень холодно. Но в такую жару нам как раз будет приятно, наверное, немножко охладиться нашим голубым приятным цветом. Ребятки, ну сначала давайте мы с вами посмотрим на фотографию. Можно представить, что это просто живой медвежонок, и мы за ним подсматриваем. Посмотрите, какой он толстенький. И туловище напоминает нам форму овала, толстого овала. Дальше давайте посмотрим, что шея у него длинная, не как у наших медведей бурых, а длинная шея. Это помогает ему плавать. Медведь очень хорошо плавает белый. Может быть, он кажется неуклюжим, но в воде он очень шустрый, проворный, прекрасно плавает. Посмотрите, какая голова маленькая и напоминает такую вытянутую, может быть, даже грушу. Форма такая вытянутая, не совсем овальчик, носик такой заостренный, форма груши. Дальше посмотрите, какие ноги. Ноги тоже толстые, мощные, крупный зверь. Весит он от 500 до тонны. Очень толстенький. А в длину он бывает до 3 метров. Ну, обычно поменьше, но бывает и 3 метра. То есть огромный, толстый зверь. Вот и формы у него тоже толстенькие. Пушистый мех. Посмотрите, какой, да, здесь по краюшку мы видим, он пушистенький. И давайте посмотрим, что на туловище, может быть, не очень видно, но если у вас есть дома собачка или кошка, или вы когда-нибудь их просто гладили, наверняка вы были в зоопарке и обращали внимание, что на спинке, на животике у них мех более длинный. Ну, здесь, в принципе, видно, если присмотреться, здесь просто он белый, сливается немножечко. Ну, из вашего опыта, да, если вы гладили зверюшек разных, наверное, помните, что на теле более длинный мех. И здесь мы с вами будем применять графику вот такие полосочки более длинные, что нам напоминает длинный мех. На мордочке коротенький мех. И здесь у нас будет совсем маленькие такие штришочки или даже точки. Ушки, посмотрите, какие кругленькие и маленькие. Вон-то ушко даже еле-еле видно, да, далекое. И здесь совсем мелкий мех, может быть, мы прям будем точечками такими делать. Обратите внимание, какие длинные когти, да, потому что зверь хищник, и он ловит рыбу, и мелких зверюшек питается ими, вот, и когти помогают ему, находясь на льдине, поймать своими когтями острыми и длинными рыбу, вот, для пропитания. Вот такой зверек, очень красивый, очень пушистый, приятный на вид. Ну, может быть, встретиться с ним там не очень бы хотелось, да, вблизи, потому что зверь, конечно, опасный. Но вот посмотреть на него очень приятно. Он такой белый, пушистый. Давайте еще одну фотографию посмотрим, тоже она очень такая приятная. Это вот мама медведицы и медвежонок, тоже тельце толстенькое, да. Посмотрите, как ручки у него сгибают, лапки сгибаются, передние, задние лапочки, толстенький животик. Вот такие нежные у них тут отношения, да. Медвежоночек тоже белый, пушистый. Так, и тоже холодные цвета, конечно. Конечно, растительности есть, но мало, конечно, растительности, потому что очень холодно. Так, ребятки, ну что ж, давайте начинать работать. Фотографию пока убираем. Ну, если что, мы ее снова можем посмотреть и вдохновиться нашей фотографией. Здесь вот примерный образец. Ну, может быть, мы с вами по-другому немножечко сделаем, чтобы было поинтересней. Кто-то, может быть, медвежонка рядышком нарисует. Ну, давайте пока начнем просто с медведицы. Если времечко у нас останется, может, мы и медвежоночка поместим. Начинаем с овала. Да, вспоминаем, что тело толстенькое. Сразу овальчик делаем. Толстый. Толстый овал. Дальше шея довольно длинная. И оставим местечко для длинной толстой шейки. И голова у нас напоминает грушу. Вот какая-то такая форма. Остренький носик. Расширение кверху. Дальше давайте нарисуем шею. Голову и туловище соединяем толстой длинной шеей. Плавно соединяем. Плавно. Мягкие линии. Это форма живая. Зверек живой. Постараемся оставить спереди побольше местечка, а сзади поменьше места для того, чтобы нашему зверьку было куда смотреть. И было куда идти. Так. Готово. Дальше лапы делаем. Лапы у нас, приближаясь к туловищу, становятся более толстенькими. Удаляясь от туловища, более тоненькие. И напоминают, можно сказать, толстую морковку. Поэтому давайте мы с вами сделаем лапочки вот такими. Морковочка. Немножечко заостренная к низу. Ну, может быть, даже давайте морковкой нарисуем. И стопа. Стопа у них есть. Давайте посмотрим еще разочек. Мы на лапки, может быть, не очень-то внимание обратили. Смотрите, лапочка к низу потоньше, к верху потолще. И стопа. Мы видим стопу. Когти, конечно, большие, да? Не забудем. Дальше. Лапка раз. Давайте заднюю лапу. Тоже самое морковка. Сверху толстая. Снизу тонкая. Стопа. Не забываем, прям ходит на стопах. Как человечек. Две ноги есть. И дальнюю ногу. Вторую ножку, тоже морковку, да? Часть мы увидим ноги. И она чуть-чуть повыше, но тоже с стопой. Смотрите, ножка, которая к нам ближе, пониже изображаем. То, что выше, то, что дальше. Нога, которая дальше, она повыше. Задняя нога тоже самое, передняя ближе, дальняя ножка повыше. Морковочка. Вот мы видим часть морковки, да, здесь часть нашей ноги. Ножки толстые. Вспоминаем, да? Две толстенькие. Так, вот такие детали. Ничего не забыли. Ноги есть. Четыре ноги, голова и маленький-маленький хвостик. Так. Дальше ушки. Помним, да? Ушки маленькие. Ушко переднее. И ушко дальнее. Чуть-чуть мы его видим. Совсем немножко. В ухе углубление можно показать. Ребятки, пока все карандашом намечаем. Потому что карандаш можно исправить, да? Можно ластиком подправить, если что-то не так. Может быть, посмотрите, у нас тут такие получились наслоения. Да, одно изображение как бы наслаивается на другое. Поэтому можно истереть эту линию, если она мешает, не нравится вам. Давайте сотрем. Ластик пригодился. Дальше давайте забыли посмотреть еще на глазки. У медведя маленькие глазки. Маленькие, черненькие. Но тут вот глазки закрыты. Носик темный. Есть щечки такие у медвежонка. Давайте наметим с вами нос. Ну, так он напоминает где-то треугольничек, наверное. То есть любая сложная форма состоит из простых, получается, да? Смотрите, овал, морковки, груша, да? Какие-то совсем простые формы. Когда они соединяются, мы получаем с вами фигуру медведя. И глазки маленькие. Раз глазик, ну, второй не видно, потому что он с другой стороны. Медведь наш готов. Теперь можно еще нам изобразить с вами линию горизонта. Это такая линия, которая соединяет наше небо и землю. Куда же уходит у нас снег, льды, очень холодно. Поэтому где-то там давайте изобразим линию горизонта. Далеко-далеко. Изобразить горы, да? Если хочется. Горы напоминают нам или айсберги напоминают треугольники. Опять простая форма. Побольше треугольник, поменьше. Поближе треугольничек. Да, может быть, какие-то айсберги. Или, может быть, немножечко сугробов. Да, немножечко снега на переднем плане. Такие полукруги, да? Тоже, я думаю, несложно изобразить. Наверное, у всех у вас получится. Намечено. Да, там с вами голубой ломастер. Можно серенький ломастер, можно голубой. И давайте с вами работать. Мы с вами посмотрели, что зверюшка у нас покрыт мехом. Мех у него толстый, плотный. Этот мех, представляете, даже когда он плавает под водой, этот мех не дает ему промокнуть. Поэтому ему там не холодно. Настолько он плотный. И начинаем с вами с туловища. Направление меха, наверное, вот в эту сторону. Ну, как у вас там получится, да? Просто вот берем один элемент, такой полукружочек, напоминающий нам один волосик, один мех. И вот потихонечку заполняем туловище. Обратите внимание, что внешний край ни в коем случае не подцеркиваем с ломастером. Это ошибка. В графике мы с вами просто придумали какой-то элемент, например, вот волосик, да? Он напоминает нам такой элемент графический. И мы заполняем. На туловище он более крупный. Может быть, он вот это заподряжил, все в эту сторону пошел. Где-то в это, где-то в это. Слышко все это заполняем. Аккуратненько-аккуратненько, туловище, все сонечко заполняем. Какой тушистый получается, мохнатый. Смотрите, вот эти волоски то густо, то густо кладем. Они прям плотненько, рядом с рукодерожкой. За край нашей линии могут немножко заходить. Старайтесь, чтобы у вас этот мех, он не был как бы путанным таким, не калям, а лям, а сангелом. Аккуратненько, четко. Волосик к волосику, оно как бы притосно получается. Ох, какая подрядка какая-то речня. И, конечно, думаем про медведей, как он там живет на северном полюсе. Наверное, им там хорошо, тихо, спокойно. А может быть и нет. Может быть, у них очень много дел, правда? Нужно еду добыть. Нужно и детишек выросить. Думаем про медведя, и он у нас будет самым-самым интересным. Самым красивым. Вот на туловище у нас длинный мех. Покатуюсь с вами делаем. Как мы с вами намечали с самого начала, тогда начинаем с самой большой формы. Потому что, когда мы с вами наметили большую форму, изображение уже у нас поделилось. Вот, а потом остается нам только добавить голову, ножки, передние, задние. Тело готово. Теперь делаем с вами, ну, давайте шею сделаем. На шею мех поменьше. Те же самые штрихи, те же самые волосинки, но поменьше. В разных направлениях. Растет мех от направления головы. Поэтому в эту сторону. Ну, и, конечно, по-разному может мех лежать, правда? У нас с вами тоже волосы у всех по-разному растут. Здесь стараемся поменьше делать наши вот эти элементы. Называется техника графика. О, какой пушистенький. Тепло ему теперь будет. Одинем его. Ну, теперь давайте лап. Лапа, они у нас толстые. Тоже давайте лапки будем делать. На лапках мех еще поменьше. Лапки формы маленькой, поэтому здесь мех тоже поменьше, чем на турище. Ну, можно в любом направлении, как вам там нравится. Ну, лучше, конечно, посмотреть на кошечку или собачьи, если у вас рядышком кто-то есть. Дверюшка вдоль, не посмотреть, в каком направлении мех растет. И вот все меньше, 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 меньше. На лапках совсем малюшенький. Не торопимся. Графика делается долго. Это такая кропотливая техника. Долгая. Здесь нельзя коленые лябочки красивые. Здесь нужно надо так вот аккуратненько. Ну, сейчас смотрите, у нас сливается лапка с половиком. Поэтому давайте вот на краешку мы с вами просто погуще, в места свободные от графики мы добавим с вами еще, еще меха. И таким образом лапочка наша не пропадет. О, появилась лапка. Другую лапочку. Ну, мех, конечно, плавно переходит от столбища к ноге, поэтому здесь не нужно жесткую такую, чтобы сильно выделять. Но, тем не менее, подчеркнуть, конечно, форму нужно. Здесь вот ножка у нас уже начинает. Здесь у нас животик образует. Видите? На лапочках поменьше у них. Одним цветом работаем. Много цвета не нужно. Только один. Можно голубой, можно юренького добавить, если хочется. Если хочется побольше цвета. Но много цвета не нужно. Потому что на Северном полюсе, помните, на наших картинках смотрел, когда мы с вами обратили внимание, что цвета голубые, белые, где-то серые. Таким образом заполнили ножки. Давайте теперь делать дальние ножки. Вот они у нас на дальнем плане. Давайте, наверное, здесь делаем просто поменьше меха, чтобы ножка не была очень яркая. И чтобы она не была ярче, чем передняя у нас нога. Потому что она далеко. И поэтому она не должна быть очень яркой. Должна быть бездельная. Чтобы не бросалось в глаза. То первым делом мы увидели вот эту лапочку. Она к нам поближе. И потом уже увидели вот эту лапочку оставаться сделаем. Волоски здесь мелкие. Бракета мелкая. Аккуратненько, аккуратненько заполняем пространство. Теперь давайте смотреть. У нас получается живот скрывается вот этими ножками. Немножечко в этом месте. Давайте мы с вами тогда сделаем, наверное, тень. Получается, сверху у нас какой-то солнце светит. А снизу все-таки получается тень. Поэтому вот где мы видим сеть свободной от графики, мы туда внутрь. И все по волосинке давайте помесим. И у нас получается поскольку больше линий получается темнее. Получается такая тень. Вот где у нас сливалась, может быть, вот здесь. Вот такой момент произошел тоже сливается немножко. Так мы тоже можно только темнее. По-выскому делаем эту линию. И отделяем таким образом третья ножка отдалилась. Здесь у нас все хорошо. Передушка отделилась. Дальше хвостик. На хвостике маленький мех. Вот он у нас как на стенке пошел. Давайте так же аккуратненько, аккуратненько, но поменьше, поменьше вот эти графические элементы. Так, ребятки, ну что ж, давайте теперь с головой работать. На голове, на ушах нет, совсем малюсенький. Но на носике он все-таки мелкий, но не такой, не прям точечки, да? Просто маленькие, маленькие такие давайте полосочки будем делать. И этими полосочками заполним голову медведя. Голова, чтобы тоже была у нас в тепле, да? Сейчас мы его оденем мехом. Вот. Тепло ему становится. Чтобы он голенький, без меха. Было ему неуютно. тут можно немножечко светлое местечко оставить. Здесь такие щечки. Вот. И, наверное, тоже нижняя челюсть есть. Можно так немножко ротик. Так, но ушки давайте прям точечками покажем. Прям точечку тык-тык-тык. Тыкаем точечки. Ни в коем случае не обводим. Все мехом. Все точечками. Просто точки. Утыкали точками. И второе ухо утыкали точками. Утыкали. Теперь смотрим, чтобы не сливалось. Ушко сливается у нас. Поэтому можно нам либо меха добавить на голове побольше, чтобы ушко появилось. Либо точечок добавить, чтобы ушко было потемнее. Либо темнее, либо светнее. Ну, здесь вот, наверное, я все-таки голову тогда потемнее уж, раз мы так начали его и все начали. Ушко нормально. Вот. А у этого ушка глубина. А, ухо у нас. Видите, внутри ухо темного, там глубина. Да? Поэтому здесь просто можно этих точечек прям плотненько-плотненько, что мы просто закрасили вот эту серединочку ну, точечками такими. Тык-тык-тык. Тык-тык. Вот здесь появилось. Ушко вот у меня на моей картиночке она светлее получилось, чем окружение, да? Показать, ну, помним, да, подразумевшись, на тракте. Дальше. Давайте посмотрим. И теперь, наверное, можно нам, значит, сделать, примерно покажем везде тени. Здесь мы только на животике показали, давайте теперь покажем, чтобы он был объемный, он такой корс, да, чтобы у нас везде были тенюшечки, тени. Под животиком есть. А теперь давайте под головой, так всеми формами, сделаем немножко теней. Просто погуще загустим вот этих, вот этого меха. Вот и все. Здесь на голове сделали тень, нижняя полосочка, просто потемнее вот и все. Дальше шея, здесь тоже потемнее можно сделать, и тогда он будет объемным у нас. Прям захочется его погладить и потрогать. Так, здесь тенюшечку на пятачку хорошо тенем, здесь тоже у нас тенем. Здесь тенем на всех носках, и вверху. Ох. Лостенький, лошенький, красавец. Давайте не забудем с вами, конечно, глазки темные, можно их прям, наверное, оставить блик. Блик – это такое блестящее местечко в глазике, оно делает глаз блестящим и делает его мокрым. Остальное просто закрасим. Глазик маленький не забываем, нос тоже темный, скажем так. Давайте посмотрим, заграшиваем. смотрите, какой носик. Ломный, да? Глазик маленький. Глазик готов. Глазик готов. Оф тоже можно блик оставить, такая точечка, если носик мокренький, но можно и без него. Может быть, он и не мокренький, и не блестящий. Вот сюда. Так, глазки есть, носик есть, когти. Давайте когти, чтобы нас, милюч, мог убивать спокойно себе киси. Здесь кисник. Давайте большие сделаем когти. Ромные. Тоже полупруглые немножечко. И все-таки когти видны. Давайте посмотрим на нашу фотографию рожачек. Смотрите, какие фокусы у него. Они яркие, горные, глазик черный, глазик черный, углубление. Вот сейчас мы с вами из-за помнений места. Вот, и из-за этого движенность будет ярче, интереснее, более похож настоящего. Сколько раз можно на эту железу объектив, чтобы она была потрясной. легче. Даже показывает, что медведь наш хищник. Тут выглядит он очень приятно, но он близко очень приходит. Вот такой медвежонок. В принципе, он готов. Можно так его оставить. Вот, и теперь давайте мы с вами, наверное, немножко добавим пейзажа. Пейзаж это изображение природы, это окружение нашего медведя. Ну, изобразим с вами Арктику. Где же живет медведь? Вот на этой картинке я изобразила точками, потому что точка напоминает снег, снежок. Вот. Может быть, вы какой-то другой элемент придумаете. Ну, думаю, что точка очень подходящий такой элемент. Горы можно тоже точками показать, потому что они по точкам нету. А можно и просто линиями показать. Ну, давайте линии покажем. здесь можно какая-линия источника поставить. Ну, здесь давайте пробуем просто полосочками. Тут тоже можно. Но старайтесь, чтобы линии были не очень ровные, кривенькие, потому что в природе все кривое. Снег неровно лежит. Конечно, вершина есть у горы, у айсберга, но снег ложится яркими, какими-то слоями, поэтому треугольники неровные. где-то у него там есть какие-то выступы. Могут быть такие горы, можно просто полосочками. Ну, конечно, общая форма треугольничек, но смотрите, чтобы были вот эти линии более трепетные, более живые, природные. В природе нет ничего ровного. Что делает человек, оно бывает ровно, все немножко кривое, не кривое трепетное. Вот поэтому можно повторить где-то эти треугольнички. Давайте наверное сделаем супругу. Ну, все-таки поскольку они близко, наверное здесь лучше точки. Можно просто приложить фломастер, то близко, то они рядышком эти точки могут быть, то на каком-то расстоянии друг от друга, не обязательно равномерно. Получается такая точечная линия, можно так сказать. Может быть у вас какие-то точечки будут побольше, какие-то поменьше. Тоже интересно, посмотрите, да, то где-то большие снежинки, то где-то малусенькие совсем. Какой сугробик интересный звучит. А может быть просто повторим эту линию еще разочек и будет уже еще один сугроб или будет тень какая-то в этом сугробе. Ту линию можно повторять, повторять. Ну, и граждан дело долгое. Когда закончится на сцене мастер-класс, вы можете продолжить работу, вытекать там книжечки еще побольше. Ну, конечно, давайте линию горизонта обозначим. Тоже можно вот точечками. Можно, в принципе, и линии также обвести, как мы с вами горы делали. Смотрите, чтобы линия откуда-то выходила из какой-то точки и куда-то обязательно входило. Наверное, вот это было. Наверное, она была просто уютная сжигала. Чтобы медведи нашему было уютно на нашей картине. Лисой медведи, прям прохладненько становится. Окошком тепло, специально прохладненько. сжигала. просто леди. Здесь еще, пожалуй, сделаем сугроб. Можно просто одну линию, можно вот несколько смотреть. Можно может быть, один ярус более толстых точек, другой ярус более тоненьких, самые разные точки. Они напоминают снежинку. может быть, мы с вами в небесе сделаем северное сияние. северное сияние, северное Красивое сияние, оно бывает всех, кто в радуге. у нас с вами один сияние. Давайте уже мы этим цветом сделаем тоже северное сияние. Я здесь сделала полоски вертикальные, мне кажется, напоминает северное сияние. Другие грузы на каком-то расстоянии, могут быть они то близко, то далеко. Ну, общее направление давайте сделаем с вами горизонтально. И вот эти полоски то побольше, то поменьше. Хорошо там нашим медведям тихо, спокойно. Снежок идет. Ну, может быть, и хватит нам. А может быть, и нет. Может быть, еще где-то маленькие такие полохи. Нежно. северного сияния. А может быть, снег где-то в воздухе кружится, да? Который здесь вот нападывает у нас сугробы, может быть, он где-то и в воздухе кружится. Давайте рядышком снежка прорисуем. Где-то большие снежинки, а где-то малюсенькие. Ну, здесь тогда тоже падает снежок, правда? или везде там сыпется. А может, и не сыпется. Подумайте, сыпется у вас на картинке. Думаешь? Ну, смотрите, чтобы это были четкие какие-то точечки, ладно? Не просто какие-то непонятные штучки. Чтобы это была либо точка, либо, если вы хотите побольше, то прям четко выведите. Вот это четко. просто касается с фломастером. Вот такие у вас получаются снижения. Смотрите, чтобы где-то было густо, где-то пусто, где-то совсем немножечко, а где-то сильно сыпется снег. Такими он бывает какими-то волнами, снежными. Где-то его много насыпалось, где-то мало. Все мы с вами снежком засыпали. А можно где-то и снежиночку изобразить? Да? Давайте изобразим снежиночку. Вот можно прям таким крестиком начать. Потом между ними еще вот такие снежиночки. Крестик между ними таких чуть-чуть добавить, чтобы они у нас были разные, и малюсенькие, и побольше, и какими-то комочками, и хлопьями, и снежиночками. Самые-самые разные снежинки. надеюсь, у вас там все получается. Так, что бы нам еще тут нарисовать? А может быть, вам захочется нарисовать какой-то еще снежочек другой. А может быть, нарисуем с вами вот такие снежинки, какие-то завихрения. И даже нам напоминают какие-то морозные узоры, может быть, где-то такие завитушки сделают. Это очень интересный. Поволься, поменьше. А может быть, не надо, если вам такой не понравился. Просто как вариант предлагаю вам. Можно вот на таком уровне оставить. Можно вот что-то из этого взять. Как уютно начнем здесь медвежонка. Смотрите, как мы тут хорошо. Такие ветерочек подул. И наши снежинки стали там поворачиваться. Смотрите, как хорошо работа смотрится, когда она выполнена одним цветом. Вот холодный с болтом настроения Арктики. А можно продолжить на таком уровне. быстрее. И И вот что-то мы обещаем, да, мы сами Форма треугольника, она тоже нам напоминает какие-то льды, тоже холодная такая форма получается. Ой, мне прям холодно стало. Смотрите, чтобы медвежонок ваш не пропал, когда мы с вами делаем пейзаж, да, вот есть такие места, где рядышком подошло загореление головы, где хвостик у нас сливается, да, у нас тут хвостик можно сделать, просто добавить графики, добавить из этих вот волосиночек на хвостик, чтобы он стал поярче, более заметным, потому что медведь, конечно, это самое главное на нашей пустыне. Поэтому можно ему хвостик поярче, может быть, по краю нашего изображения еще сделать немножко поярче, чтобы не пропадало туловище и хвостик медведя. Ну, еще раз повторяю, не лохматим, постараемся, вот как мы с вами начали направление делать графических элементов, сюда же мы аккуратненько просто добавляем, если хотим сделать поярче, можно вот по силуэту изображения медведя, да, вот поярче, чтобы он был у нас более виден, чтобы у нас был самый главный на нашей картине, ну, и пропадал, и растворялся в наших снежинках, в айсбергах, в северном сиянии, можно немножечко его, чуть погуще сделать по краю изображения. Вот такой у нас получился медвежонок, пушистый, толстенький, мягенький, но в то же время с коготками, и снег, холодный цвет мы использовали с вами, получилась такая холодная картина. Вот, как он называется, график, еще разочек повторяю. Вот, кто не успел, доделывайте, добавьте почек, добавьте полосочек в горы, северное сияние, снежинок. Желаю вам удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok